Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы продолжаем наши с тобой приключения в игре Готика 3. В предыдущей серии Безымянный вернулся в боте его рабов, разработал хитрую, но трусливую тактику для победы на арене и помог повстанцам в решении их проблем с орками, наемником и молочными коровами. В целях же на сегодня разблокировать южную дорогу, ведущую Монтеру, и для этого мне потребуется зачистить целый лагерь бандитов. Конечно, я мог бы сделать это и самостоятельно, потратив при этом кучу времени и стрелы болтов, но предлагаю найти помощника, и для этого отправляемся в редок. Будем сражаться на арене. Ну что ж, я на месте, здесь тихо и спокойно. Урки не нападают, это замечательно. Итак, моей целью является повстанец Копер. Если я одолею его, он согласится мне помогать. И в общем, план такой. Я выманиваю несколько бандитов от одного до трех. Копер с ними сражается в лишнем бою, а я использую лук или арбалет, и мы их побеждаем. Выглядит вроде все неплохо, так что давай приступим к исполнению этого плана. Аккуратно, ноги целы. Итак, теперь вспомнить, кто из вас Копер. А вот и он. Тогда сразу грибная похлебка на ноль. Здорово. Ты будешь драться со мной? В шутку. Здесь ты среди друзей. Мы, люди, должны держаться вместе против орков. Мне нужно подготовиться. Вот ты выглядишь достойным противником. Ну, Копер, я бы так не сказал. Сейчас я просто какая-то тряпкой размазняю. Эх, видел бы ты меня в Харине, сего это были времена. Кстати, а может его грабануть? В любом случае, если я его одолею, я посмотрю, что у него в карманах, так что ничего такого в этом нет. Ну что, давай драться. Выходи со мной на арену. Все ясно. Что ж, покажи, на что ты способен. И я покажу тебе стиль отравителей из Варанта. Иди сюда. А теперь попробуй меня догнать. Хотя нет, лучше не пытайся, а просто медленно перемещайся за мной. Итак, первое отличие арены в Редеке от Монтеры. Арена меньше. Арена меньше, плохо огорожена. Да и такое чувство, что Копер будет как-то пошустрее наемников. Возможно, те просто зажрались, отяжелели. А тут голодный, да ёвпостанец, Копер, который желает всех разорвать. Так, раз. Ух, чуть не вылетел. Нужно быть аккуратнее. Судя по всему, мне потребуется использовать яд... Раз, пять. Ну ничего. Главное использовать яд только на Копере. Поэтому желательно, чтобы он меня ни разу не ударил. И тут не появились зрители, которые могут мой взор переманить на себя. Какие-нибудь симпатичные повстанки. И я чисто случайно использую на них яд. Но они потом забегут на арену, и ничего хорошего из этого не выйдет. Так, аккуратно. Плюс Копер может меня около скалы зажать. И использовать целую связку ударов. И, соответственно, я буду повержен. Так. Но пока все проходит весьма неплохо. Я не получил ни одного удара. Копер за мной гоняется. Так, ну судя по всему... Да, скорее всего, еще два применения яда необходимо. Отлично. Как же я люблю вот этот... Ай! Потерял концентрацию. Так вот, я очень люблю, когда он использует укол. Потому что он замедляется. И, соответственно, использовать яд гораздо проще. Ну, или когда проводит мощную атаку. Так вот, не знаю, можно ли по этой стене бегать. А то вдруг будет считаться, что я сбежал с арены. А это мне не нужно. Ну, и, собственно говоря, осталось совсем немного. Ну что, Копер, как тебе такой стиль боя? Не думаю, что в Мертане кто-нибудь видел подобное. Ай-яй-яй. Заговорился. Нельзя ни в коем случае расслабляться. Главное, чтобы Копер не включил какой-то режим Берсерка. Так, ну, осталось совсем чуть-чуть. Просто хожу, уклоняюсь. Да ладно. Очень непонятно. Такое чувство, что под конец у него здоровья стало больше. Так, это нехорошо. Еще раз яд. Копер. Что с тобой не так? Ух, действительно. И предлагаю тогда не забирать его щит и меч. Потому что иначе я заберу их себе. А чем он будет сражаться голыми кулаками? Это мне не нужно. Так, Копер, давай вставай. Проклятие. И, наверное, я могу победить еще и Джоэль. Ну, чтобы всех одолеть в Рэдеке и забыть про это. Эй. Ты выиграл бой? Ну да. Зрелый результат. Кое-что ты умеешь. Если тебе нужен товарищ по оружию, то этот человек я. Наверное, ты все-таки недоволен, что я таким образом тебя победил. Ну, ладно, я принимаю твою помощь. Ты хочешь сражаться на моей стороне? Ты подаешь большие надежды. Просто тебе нужно набраться еще немного опыта. Я пойду туда, куда пойдешь ты. И я буду бороться против тех, против кого борешься ты. Если я тебе буду больше не нужен, просто отправь меня обратно. Ну, ладно. Пока посиди... В лагере, наконец, появился кузнец. Если ты поможешь мне золотом, я могу купить у него снаряжение получше. Это, конечно, хорошо. Только... А почему я не могу сам с тобой поделиться? У меня тут есть куча клинков, топоров и так далее. Весьма странно. Да и пять тысяч мне, честно говоря, не очень хочется ему отдавать. Ладно, предлагаю восстановить манну и победить Джоэль. Это охранник, который стоит вот там. Прямо где навершие моего копья. Бульк. Только вот с ним может быть проблема из-за того, что у него алебарда. А она атакует гораздо дальше, чем меч. Эй. Давай-ка я тебя тоже грабану. Будешь драться со мной на арене? Почему бы и нет? Потренироваться всегда полезно. Ну, пошли, подеремся. Давай драться на арене. Хорошо. Но не забывай, что это всего лишь тренировочный бой. Встретимся на арене. Конечно, я не буду это забывать. И самое замечательное, что мой яд не убивает противника, а просто заставляет его упасть. И тот потом может очухаться. Ай-яй-яй-яй-яй, Джой. Ты тоже какой-то шустрый. В редаке они все такие быстрые, резкие, дерзкие. И такое чувство, что у Джоя здоровье-то поменьше, чем у Копера будет. Скорее всего, ну, раза три применить яд или четыре понадобится. А Копер просто мастодонт какой-то. Так, это все еще одно применение. И он уже потерял где-то четверть здоровья. Главное... Ой-ой-ой. Я куда-то не туда залез. Так. Джой, потише размахивай своим клинком. Опаньки. Еще один ядик. Можно просто вот так, конечно, ходить. Но, по идее, тогда он в какой-то момент остановится и скажет, куда ты идешь, стой и так далее. А это мне не нужно. Да. Еще одно применение яда, и я победил. Главное сейчас не оплошать. Аккуратная работа ног. И все в порядке. По-прежнему яд действует. Неужели всего два применения понадобятся? А, нет, все. Третья и победа. Главное, чтобы Джой сейчас не нашел себе дополнительной силы, как сделал это Коппер. Или я случайно не вылетел с арены. Или я случайно не вылетел с арены. Сам того не желаю. Ух. Ух, действительно. Деревянный щит я забираю. Убийца орков тоже. И, увы, у него старая элебарда. Ну ладно. Еще увидишь, что я с тобой сделаю. Так, и что же, расскажи-ка, пожалуйста. Ты неплохо дерешься. Твоя победа заслужена. Вот. Возьми этот целебный напиток. Он поможет залечить раны. Спасибо. Кстати, а вообще чем ты торгуешь? О, андуй, мэр. А давай торговать. А, хорошо, посмотрим, какое снаряжение могу тебе продать. Покажи мне свой товар. Он продает луки. Но мне не хватает ловкости, а охотничий лук мне не нужен. Но плюс это дополнительное место, где я могу приобрести стрелы. Это замеч... Ух ты. Семнадцать тысяч монет. Джой, а ты точно повстанец? Откуда у тебя такие деньги? Ну тогда предлагай ему скинуть всякую мелочевку, ерунду, которую я не использую. Арбалет наемника. Силы. Сто шестьдесят требуется, но урон поменьше из-за того, что он старый. Излюбленный арбалет наемников орков. Перезарядка упрощена за счет скобы спереди. Интересно, действительно ли это так или просто приписка. Так, краш в Таракхе все на продажу. Ржавые боевые топоры туда же. Алибарду тоже тебе продам, которую ты ранее использовал. Кистенеограф оставляю, потому что он внезапно потребовался в одном из заданий. Ну и один благородный клинок. Думаю, неплохо. А кстати, я еще получил кучу щитов. Щит Венцеля я продавать не буду, а вот всякие костяные щиты... Даже не знаю, было ведь задание собрать кучу щитов. Ладно, продам, потом если что где-нибудь найду. Итак, баланс, и у меня тринадцать тысяч монет. Это замечательно. Теперь мне нужно, чтобы товарищ Коппер восстановил свое здоровье. Поэтому предлагаю отправиться в Монтеру, а потом обратно вернуться. Возможно, если Коппер переживет зачистку этого лагеря бандита, я ему заплачу деньги, чтобы он купил снаряжение получше, и мы с ним могли побеждать еще более мощных соперников. Однако у меня есть огромный вопрос к Копперу. Как он себя поведет, если увидит наемника орков или вообще орка? То есть он нападет или будет как-то нейтрально себя вести и не трогать их? Если второй вариант, это просто замечательно. А если первый, то нужно избегать больших городов с ним. И теперь мне предстоит из Редека отправиться к этому лагерю бандитов. Это я сделаю пешком, и с учетом того, что я уже перемещался по этому пути, то без записи. Ну, там ничего больше не будет по дороге. Пам-парам-пам-пам, внезапно продолжаем, потому что я вспомнил, что в этой пещере есть сундук, который я сейчас могу взломать, так как я взломываю сложные замки. Ну, давай посмотрим, что здесь лежит. Сломано. Замечательно. Право. Сломано. Право-лево. Сломано. Понятно. Постоянная неудача. Право-лево-право-право-право. Отлично. И здесь у нас три взрывные стрелы, взлом замков, пламенный меч, ну и мелочевка. Думаю, неплохо. Ладно, продолжаю путь. Пам-парам-пам-пам, продолжаем. И вот я добрался до фермы Доминика, и теперь огромный вопрос. Как поведет себя Копер? Нападет ли он на Доминика или же нет? Предлагаю прежде всего попросить Копера подождать и взять арендную плату с Доминика. Почему бы и нет? Так, снаряжение... А жди тут. Жди тут. Я охраняю форт. Хм, ну можешь себе и построить. Из песка. Ну а что он находится на побережье? Чем еще заняться, пока ждет? И вот пытаюсь понять, а как я смогу мимо Доминика-то пройти? Потому что... В воде, скорее всего, Копер не поплывет. Эй. Я был у предводителя наемников в Монтере. Ну вот. Давно пора было. И? Где денюжки? Он все еще в ожидании арендной платы за эту ферму. Ты должен немедленно отдать золото мне, иначе он приедет сюда сам и оторвет тебе башку. Ээээ. Хорошо, хорошо. Вот оно. Без обид. Договорились? Ладно, ладно. Ха-ха-ха-ха. Ну что ж, Доминик. Получил беды на свою голову. Просто какой-то мужик проходил мимо его фермы. А ну-ка отправляйся в Монтеру, доложи наемнику... Лидеру наемников орков. И вот отдавать деньги пришлось. А если бы я просто мимо прошел, возможно, этим все и не закончилось. Покажи мне свой товар. Так, у него при себе мелочевка. Ну что ж, стоит ли мне рискнуть? Вообще, желательно бы как-то отвезти Доминика в другое место. Или попробовать по воде с Копером пройти. Но мне кажется, Копер пойдет по мосту, и потом увидит Доминика и скажет, а, наемник орков, иди-ка сюда. И завяжется драком. Иди за мной! Ну, вперед! Да, вперед. Давай ты будешь плыть. Пожалуйста, скажи, что ты умеешь плавать. Смотри. Идем по воде. Кстати, может, я по краю здесь смогу пройти? Отлично. Так, главное не скатиться. И, в принципе, обошли эту ферму уже почти. Аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет, Копер, 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 Копер. Копер сюда. Нет, ну е-мое, ну куда? Ну зачем? Да, вот здесь. Так, да. Поверху тут. Отлично. И вроде как перебрались. Да, здесь есть вроде как спуск. Отлично. Замечательно. А кто там дерется? Погоди, дай-ка я сделаю сохранейшн. Это сохранейшн чисто из-за того, что второй раз Копера переводить через это озеро я не хочу. Так. Копер. Ух ты, сундучок. А я тебя не видел? Нет, я его заметил. Давай-ка ты подождешь здесь. Жди тут. Я охраняю форт. Ну да, охраняй. Только вот с кем там бандиты дерутся, мне интересно. Может здесь все-таки орки решили пройти? Грабитель. Я тебя прикончу. Ой, нет. Не надо меня приканчивать. Я убегаю. Но неопределенно кого-то там бьют. Либо это повстанцы, либо это орки. Ну, может там, конечно, какой-то другой зверь. Тоже не совсем понятно. Ладно, они там сражаются. Вор. Лови-ка болт в голову. Пока они кого-то бьют, я могу их вот так вот, так скажем, безнаказанно попробовать перестрелять. Мимо. Мимо. Да что ж я мимо? Все стреляю. Ладно, по крайней мере они идут вдвоем. А, копер. Смотри, тут есть враг. Копер, тебе что, плевать? Да, ему плевать. Он авторитет... Он авторитетно заявляет, что ему абсолютно наплевать. Я не ожидал подобного. Что я делал? Ты посмел меня ударить? Ну, хоть все начали с друг другом сражаться. Конечно, я все представлял немного иначе, но... Эх, мои ожидания — это мои проблемы. Так. Хорошо. А ты по-прежнему за мной гоняешься? Ладно. Прямо в глаз. Копер, я тебе помогу. Молодец, красавчик, сам справился. А по здоровью? Ну, все пока, боль-мень. Мелочевку забираю. Но самое главное — это стрелы. Итак, минус два бандита. Их там осталось, наверное, человек... 40? Не знаю, сколько их тут всего. Определенно очень-очень много. Хулиган. Так, и скатываюсь, как назло. Конечно, наверное, я бы мог попытаться с ними ступить в контакт. Использовать какие-нибудь доспехи бандита, головореза. Но мне кажется, это не сработает. Ну, хватит! Стой! Отлично. Один хулиган за мной бежит. Ну, и осталось луком добить. Я думал, что Копер будет мне как-то получше помогать. Не рассчитал, к сожалению, дистанцию. Ну, давай тогда... Что похлебку лизи или тяпнуть. Прямо сейчас мне манна особо не нужна. С другой стороны, с помощью яда я также могу выманивать соперника. Использовать яд, и вроде как... Только он должен на меня побежать. Чего-то тут бандит забыл. Я тебя сделаю! Ну-ка, попробуй. Зигзагами специально бежишь. Хитрый ты. Быстрая зарядка. В принципе, их можно было бы приводить на ферму к Доминику. И он бы с ними тоже справлялся. Да и в целом в его интересах, чтобы здесь никаких бандитов не осталось. Ну, так далеко ведь их везти. Ну, ты ему показал, а ты связался со мной. Ржавый меч. Мелочевка. Минус еще один бандит. Так, а это чего валяется? Утяжеленная дубинка. Как-то ее не заметил. Да сколько ж у вас там. Такое чувство, что я их стреляю, 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 стреляю. Но их меньше не становится вообще. Отлично. Прям в голову. Топор. Дровосека. И мелочевка. Я тебя все равно достал. Карманик, а ты чего не возвращался в лагерь? Мне совершенно не нравится поведение Копера, который ничего не делает. Ай. Пытался выстрелить в голову, но не повезло. Эй, Доминик, тут есть еще один бандит. Главное сейчас в Доминика или в Рабаню попасть. Прямо в голову. Ах, зря ты со мной связался. Деревянный щит. И мелочевка, о чем он сражался. Утяжеленной дубиной. Вся дорога будет, я чувствую, в трупах. Так. Арбалет. Зарядить. Кто следующий? Так и у них там есть еще пещера. Значит, в пещере еще кто-то будет. Нехорошо, но ладно. Кстати, у них у всех такое чувство, что одинаковый уровень брони. Молодец, мимо. Как я так промахнулся? А есть кто раненый? Нет, судя по всему, я слишком далеко отбежал. В результате чего бандиты... А нет, вот он он. Головорез. Я с тобой разделаюсь. Ну, давай, иди сюда. Ты у меня на прицеле. Алебарда и мелочевка. Так, тут кто-нибудь за поворотом не стоит. Вроде не видать. Дезертир. Легко вооруженный бандит. Тут мне еще мешает вышка. Озорной бандит. Давай-ка я тебя подстрелю. Озорник ты эдакий. Стой! Нет, не планирую. И они потеряли меня из виду. Сейчас бы попасть ему в голову. Так, аккуратно. Вот-вот. Я же в голову целился точно. Так, этот будет сражаться с копером, скорее всего. Там их даже двое. Ух ты, да тут орда. Это все очень плохо выглядит. Но я тебе покажу. А почему они так без устали за мной-то бегут? Теперь твоя очередь. Ладно. Они там занимаются, я надеюсь. Нет, они по-прежнему за мной бегут. Прям как волки какие-то. Ой, я промахнулся. Не понимаю, почему они постоянно именно меня преследуют. Если я вообще от них сбегу. Очень-очень-очень далеко. Аж до странствующего рыцаря. Пойдут ли они за мной? До сих пор преследуют. Прочная голова. 196 единиц повреждений. Ну тогда... А куда он делся? Стой! Рыцарь-то срулил! Нет, ну из арбалета гораздо выгоднее стреляться с этими бандитами. Бандит-хулиган. Ай! Это было близко. Можно было попробовать приручить какого-нибудь зверя. Кстати, не так далеко я видел пещеру с маракорисами. Может мне туда заглянуть? Ну, приручить какой-нибудь маракориса. И тот хотя бы парочку бандитов задрать сможет. Над духом просвистело. Я все равно тебя достану. Ну, отлично. Было ваше шипами. Мелочевка. Ну и что-то себя арбалет лучше проявляет в плане урона, но скорострельность все равно низкая. Интересно, на ферме остались ли бандиты или же нет? По идее, они должны были все вернуться в свой лагерь. Остались. Ну что ж, Доминик. Против тебя... А, один всего лишь бандит. Я думаю, ты и сам справишься. Ну, а я тебе помогу. Только за дом его не загоняйте. Причем у этого бандита какая-то прочная голова. У всех было по 200 единиц повреждений, а тут 196 всего. Ты мне показал! Ты же плох. Мелочевка. Ржавый меч. Возможно, после того, что я сотворю здесь, эта ферма будет непригодна для использования. Ладно, предлагаю тогда сбегать все же в пещеру и приручить Маракориса. Ну или хотел проверить, сработает ли заклинание приручения на нем. Если сработает, это будет замечательно. А если нет, ну... Я просто сбегу из пещеры. Так, она была где-то вот здесь совсем недалеко. Шмель. Или все-таки далеко она была? Я точно, к сожалению, не помню. А вот она, пещера. И там обитали три Маракориса. У меня при себе есть два приручения животных. То есть, два Маракориса могут мне помочь. Ну а третий... Ну а третьего мы, например, с Купером заборем вместе. Но нужно быть аккуратным. Не спеша прокрасться в пещеру и попробовать кого-то приручить. Жук, извини. Маракорисы спят. Это здорово. Итак, приручение. Главное не приручить мясного жука. Иначе это будет, ну, совсем нехорошо. Нацелиться точно на Маракориса. Абсолютная кромешная тьма. Вот Маракорис. Жук. Безымянный. Смотри, пожалуйста, на Маракориса. Нет, но сейчас не хочется допустить ошибку. Маракорис. Слишком тяжело. Угу. А есть мысль, что древнее знание нужно побольше, чтобы такое животное приручить. Хорошо. Но, по крайней мере, я это испытал. Значит, придется использовать, опять же, тысячу стрел, и, к сожалению, Купер казался бесполезен. Но, опять же, если я возьму его с собой, он будет вместе со мной перемещаться и пойдет в огромный лагерь бандитов, где его просто под ореха разделают. Мне это совершенно не нужно. К сожалению, стоя на месте, он не стреляет, да и вообще не нападает на врагов, которые, как бы, должны заставлять его что-то делать. Так, есть ли у меня какое-нибудь мясцо? Жареное мясо жука. Не хочу. Вот обычное жареное мясо съем. И еще жареное мясо. К сожалению, Купер казался не так полезен, как я хотел. Ладно, заряжай арбалет. Предлагаю сначала уничтожить бандитов около пещеры, а потом отсюда смотреть, кто там обитает. Грабитель. Прямо в головешку смогу попасть. Да. Да еще и прочно, какая у него голова. Ой, мимо. И кто-то промахнулся. Кстати, он спринтует за мной, ты слышал? Ты посмел меня убрать? Ну, наконец-то происходит то, что я хотел. В этот раз не Купер напал на грабителя, а грабитель напал на Купера. Ну и хотя бы они начали между собой драться. И неплохой такой у этого грабителя шлем, между прочим. Молодец я или не молодец? Нет, Купер, ты не молодец. Ты не выполняешь ту обязанность, которую я представлял. Так, дальше. Заяц, извини. Ты мне мешаешься. Вооруженный бадид сидит у костра. Получай. Неужели у него голова такая прочная? Я вроде в нее целился. И мимо, естественно. И вот этот раз они по какой-то причине меня не преследуют. Странно. в небеса. Отлично. Купер опять привлек внимание. Ты посмел меня ударить? Прочная голова. 196 повреждений. Перед носом просвистел болт. Молодец я или не молодец? Нет. Но, по крайней мере, урон держишь. Так, тут наверху, по идее, остался только один, который охраняет проход. Да. И можно смотреться отсюда. Второй. Третий. Тут три бандита. А, еще один. Если я выстрелю в него, вопрос, среагируют ли те, кто находится в пещере? Мы еще встретимся. Потому что в предыдущий раз я не совсем понял, почему они все без устали бежали за мной. Я не думал даже стрелять в того дальнего бандита. Копер. Ты посмел меня ударить? Ты что ж ты такой юркий-то? Так, ладно. Нет, ну это, конечно, совсем уж слабый удар. Не обращай на меня внимания, бандит. Твоя главная цель это Копер. Я случайно тебя ударил. Я не хотел. Стой. Кстати, есть проблема, если Копер забежит на ферму Доминика, вдруг они между собой-то подерутся. Молодец я или не молодец? Так, а вот теперь ты определенно молодец, но можешь помереть. Как мне с тобой быть? Иди за мной. Иди за мной. Ну, вперед! Копер мне не очень-то и сильно помогает, к сожалению. Поэтому предлагаю его отвезти куда-нибудь вот сюда, чтобы он здесь охранял, а я там буду разбираться с бандитами. Жди тут. Я охраняю форт. Ну да, охраняй. Ему определенно нужно снаряжение получше. Ну, сейчас я зачищу эту пещеру, получу кучу денег после перепродажи снаряжения. И тогда позабочусь о новой снаряге для него. Так, кто-то здесь ест около костра. Еще не хватит. неожиданно мимо. Это как? Ладно, тогда в грабители выстрелю. Ох, меткий ешь и я стрелок. А ну, хватит! Их трое. Стоять! Справится ли с тремя Доминик? Они не очень-то и сильны. Но добегать до фермы это так далеко. Дезертир, стой. Опять в молоко. Думал, с Копером будет попроще, но нет. Проще было бы с Маракорисом. Он как будто знает, куда я стреляю и движется в обратном направлении. За секунду до выстрела. Дай-ка я вильну. Нет, ну, конечно, бандиты определенно гении. С другой стороны, когда в тебя кто-то стреляет, ты, наверное, инстинктивно будешь двигаться змейкой. Да ладно. Так, что-то я не могу нацелиться. Ну, попробую вернуться. Да неужели? Он не уворачивается. И звук, конечно, дело идет быстрее, но при этом дольше по урону. я тебе покажу. даже не знаю, как я попал прямо в голову сейчас. Так, практически со всеми бандитами на поверхности я справился. Но из-за того, что я отбежал так далеко, они выпили целебное зелье, сожрали целебное мясо и восстановились. А нужно не повторять мои ошибки. Я тебя все равно достану. О, этот послабее. Отлично. Стоять. Нет. Вот интересно, на что они рассчитывают, когда говорят стоять. Конечно же, я остановлюсь. Останавливаюсь и выстрелю точно в голову. А кувалда и остается предпоследней на поверхности. И потом неизвестно, сколько еще внутри. Но, по крайней мере, теперь здесь можно как-то быстро перемещаться напрямик. я тебя все равно достану. Да что же это такое? Я не понимаю, почему они так филигранно уклоняются? я тебя все равно достану. Да, ты меня уже достал. Ой. Стоять. как говорил Марик, стреляй по нескольким движущимся целям и добей их. Это был совет из несуществимых. на тебе болт в колено. Мелочевка. Усиленная дубина. Ну и хотя бы сейчас я узнаю, а с кем собственно говоря они сражались тут. тела не вижу странно. Сундучок. Мелочевка. еще мелочевка. Ох, я забыл, что у меня есть оглушающие стрелы, которые можно использовать. Колчан стрел замечательно. Вроде бы ничего не пропустил и охран трава. Еще немножко выносливости. Так, иди. А я что, до этого пламенеку не все сожрал? хран трава хряб и еще одна. Скоро я научусь использовать тяжелое оружие. Нужно ли это мне? Не знаю, но хотелось бы знать. Замечательно конечно сказал, но хотелось бы овладеть этим навыком, чтобы пользоваться той же алебардой или копьем эффективно. Они торговца убили. Ну честно говоря, для торговца у него что-то вообще нет денег. какой-то разорившийся наверное. Ну ладно, теперь осталось посмотреть, а что в этой пещере. Тут по крайней мере стоит смелый бандит. Смелый и прочный бандит. И с ним я могу устроить перестрелку. Как же мне этого раньше не хватало. просто прекрасно и замечательно. Конечно, я мог бы нацелиться ему на голову, но он рыжий и я не совсем понимаю, где его голова. Она сливается с пещерой. отлично. Озорной бандит. Алебарда. Санцегляд. Тридцатку уже собрал. Еще один сундучок. Мелочевка. Скорее всего, все свое добро бандиты держат в пещере. Сломано. Прекрасно. Сломано. Замечательно. Начнем заново. Я допустил все ошибки, которые только можно было допустить. Итак, забвение теперь на продажу, потому что я могу сам использовать это заклинание без какого-то там свитка. Арбалет и пополнение болтов. Кстати, а сколько у меня их осталось? 82. Маловато, но пойдет. Итак, предлагаю сразу зарядить арбалет и аккуратно двинуться в пещеру. Пока я никого не вижу. Пока все светло и хорошо. раз, два, три, четыре, пять. Многовато. Может, вы и по одному пойдете? ну что же такое? Сколько можно промахиваться? причем, ладно, я бы промахивался как-то уж совсем мимо, но буквально в двух сантиметрах от его лица просвистел болт? Ну вот опять. может, вообще не стоит пытаться попадать им в голову? Просто стрелять в тело и пусть так будет. минус один вор осталось четверо в пещере. И тот, в кого я стрелял, скорее всего восстановил все здоровье. Да, грабитель здоров. Вот я правда не понял я не понял опять как я промахнулся. До этого хотел сказать я не понял каким образом вор выбежал раньше чем этот грабитель. Ну, где он там? Так, там кто-то стреляет из лука. Отлично. Ну что, вор, ты стреляешь из лука? Давай устроим перестрелку. я промахнулся. Надо просто стрелять быстрее, чем он. Я так же все понятно. Я пытался поступить так же, как поступают со мной эти воры и негодяи, то есть отклоняться буквально на сантиметр и чтобы они промахивались. В итоге это так не сработало. наверное, сейчас мне уже пригодятся оглушающие стрелы, чтобы его срубить. вот как. А чего он там застрял? Я с тобой разделаю неужели хоть кто-то бежит по прямой. Так, где-то здесь был вор. 19 стрел и обычный лук. Кувалда и легковооруженный бандит. И вроде как там осталась еще девушка. По крайней мере я ее голос слышал. Или у меня были глюки. Если я попаду тебе еще раз голову, ты не сможешь это сделать. Но я естественно не успею натянуть арбалетную тетиву или как эта штука называется. Ржавый меч, обычная стрела и мелочевка. Немного грибочков и еще чуть-чуть. И тут уже кромешный мрак и тьма. Но видимо придется использовать заклинание света. Да? Который освещает так себе. Так еще грибочки. магические корешки. Железный сундук. Кстати, пещера не заканчивается здесь. Сломано. Право. Право. Сломано. Два раза вправо. Лево. Право. Сломано. Нет. Два раза вправо. Два раза влево. Право. Отлично. 39 стрел. Зелье маны. Кстати, неплохо для арены. Ну и мелочевка. Немного грибов. Вроде ничего запрятанного нет. Хорошо. В следующем помещении наверное опять будет бандитов пять. Погоди. Это то, о чем я думаю? Главарь бандитов он варит зелье. Есть огромнейшее подозрение, что он черт по дерьмах. давай-ка я выпущу болт и сейчас проверим. Если он конечно меня убьет, это будет отвратительно. Я в него каким-то мистическим образом не попал. нет, он вроде побежал как в ближний бой и я от них спрятался в этой кромешной тьме. Стоят на месте ничего не делают. Почему они ничего не делают? Допустим, я сделаю пару шагов вбок. Они не вернутся назад? Нет. Такое чувство, что они как будто выжидают, чтобы я высунулся. Допустим, вот что там горит? Это главарь бандитов использует огненную магию или там просто вдалеке костер, я не совсем понимаю. Допустим, кстати, они очень удобно встали так. У меня нет какого-нибудь взрывающегося болта, нет. Давай-ка я использую взрывную стрелу и запущу ее туда. Главное сейчас в лицо не получить огненный шар. Неплохо. И один все-таки решил меня преследовать. Стоять! Не выдержал. Далеко мне отходить нельзя, иначе они восстановят свое здоровье. В темноте мне желательно тоже не сражаться, потому что я сам ни черта не вижу. Стоит ли он за поворотом? И ушли ли другие бандиты по своим делам? Они по своим делам не ушли. Давай попробуем снова их взорвать. Только чувство, что они здоровье восстановили. Стоять! Я никуда не двигаюсь. Почему они там стали? отлично, минус один. Но все-таки там скорее всего костер горит. Вот каким образом я сейчас промахнулся. Я точно им в ноги должен был попасть. я смотрю на этого главаря бандитов и у меня стойко есть ощущение того, что он в позе мага, чтобы метнуть в меня какую-то гадость. Каторжник мертв. Но если он в позе мага, будучи даже десять раз магом, я могу его отравить. Отравить и победить. Тут, наверное, уже не имеет смысла использовать нормальные болты. Так и свет, как назло, перестал работать. он стоит на месте. Я не понимаю, что у них произошло. Возможно, там какая-то проклятая метка. новый уровень. А теперь яд, 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 яд. Дистанции не хватает. Ну что ж, давай проверим, метнет ли он в меня какую-то гадость или же нет? Да. Как я и думал. И это огромная проблема. Огромная проблема по той простой причине, что у меня толком нет защиты от огня. Ноль. Идея с отравлением кажется наиболее успешной. А где он теперь? Ай, заклинание свет, как же ты прекрасно работаешь. пам-пам-пам-пам-пам-пам, куда этот негодяй делся? Он меня не видит. Я могу подойти, отравить его со спины. Мы еще встретимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Однако, я выжил. И это самое главное. Я пережил ледяную стрелу. А он отравлен Он отравлен И, ну, наверное, придется использовать яд раз 5, как мне кажется Если я выйду в бок Он ничего не делает Угу Он встал в позе То есть, чисто теоретически Если у меня есть минимальный шанс с него выстрелить Надо им воспользоваться Вот куда полетит мой болт Полетит в него И сразу же уклонится И он ничего не делает И проклятое заклинание свет, естественно, не работает Давай-ка я лучше выкину здесь факел Так будет надежней Так, факел выкинуть вниз И еще один факел выкинуть куда-нибудь сюда Вот другое дело По крайней мере, я его вижу По здоровью Кстати, слушай, есть ведь проблема Заклинание наносит плавающий урон Возможно, в тот раз мне просто повезло Вот как я промазал Я точно в его силуэт целился Ну ладно, чуть Пониже Бежит Бежит и я бегу Да-да-да-да-да-да Но мне нельзя далеко отбегать Иначе все, что я сделал Будет Потеряно Но нельзя, опять же, попадать Не под один его удар Дай-ка я сажу в места Здоровье полное 244 единицы Этот негодяй опять пошел Да чтоб тебя Кошеварить Ай, ненавижу Что я мог бы сделать Привезти сюда Копера Копер в ближнем бою будет сражаться Но Что сделает в ближнем бою этот негодяй Либо он использует так же магию Либо переключится на оружие ближнего боя Если второй вариант То он Меня устраивает Если магия То Копер будет трупом Вот он здесь остановился Из лука пытается подстрелить Но бесполезно Мне нужен арбалет И Сделать так Чтобы он вообще Не сдвигался с места Выстрел Стоит на месте Я не понимаю По какой причине Он Так себя ведет И не понимаю Когда он начинает Двигаться Возможно Он в чем-то там Застревает Например Там есть какой-то капкан Ах аж эти промахи Там есть какой-то капкан Который установил Другой бандит Траппер И он в него случайно попал Почему я промахиваюсь? Это шутка что ли? Я чисто по его силуэту стреляю Ладно Буду В центр Вот куда-то Сюда Попал Попал и стоит на месте Ну что ж Нас с тобой ждет Что-то очень Очень Долго Не бежит Это самое главное Не бежит И магию Не использует Здорово Можно было бы Конечно Попробовать Устроить Перестрелку С ним Вот как я промахнулся Опять Но я не знаю Что быстрее Моя стрела Или его магия Арбалет определенно Будет медленней Вот с луком Я могу неприцельные выстрелы делать И возможно Как-то Быстрее чем он Атаковать Осталось совсем чуть-чуть Буквально еще Пять выстрелов Пять выстрелов И глава бандитов Повержен Искренне надеюсь Что у него там будет Что-то Невероятно ценное Так он Так он Так он как-то Начал двигаться Ахахаха А он Исцел... А будь ты проклят То есть он серьезно Использует Исцеление Хорошо У меня есть Все свободное время Этого мира Так что без записи Я попробую его расстрелять И надеюсь Когда-нибудь Он не будет Использовать это Проклятое лечение Пам-парам-пам-пам Продолжаем Я разработал Секретную тактику А именно Стрельба Оглушающими стрелами О да Это было Достаточно Ну не сложно Но очень напряжно Потому что Буквально два выстрела И я труп Но я справился Решил какую-то Дорожную помеху И вроде этому Обрадовались Урки Ну да Монтера сейчас у них в руках Так что им это На руку Итак Я победил этого Проклятого Главаря Давай посмотрим Что он При себе имел Так было Ваши память Но это обычные бандиты Меня немного Растараивает то Что Взрывные стрелы Работают Какой-то совсем уж Ограниченный Радиус действия Итак Деревянный баклер Глава бандитов Он имел при себе Боевой посох Урон всего лишь 42 единицы Но опять же Это минус 50% Но Итого 84 Это очень мало Но с другой стороны Это всего лишь Деревянный посох И Ржавый боевой топор Ржавый меч Тут что-то Готовил себе Может у него будет Какой-нибудь артефакт Вот мои стрелы Которые Летели Куда-то не туда Алхимический стол Могу приготовить пиво Масло Для обжарки мяса Не хочу Без этого могу пока обойтись Так мой болт И большой сундук Невозможно Все возможно Если есть Правильное заклинание Готово Желательно заклинание убрать И что у нас здесь Две взрывные стрелы 37 обычных 5 острых болтов Честно говоря Я ожидал Гораздо большего Обычная кровать И Все Даже в этот ящичек Не заглянуть Магический корешок Я его сорву Проверяю на всякий случай Вдруг я что-то упустил Это конечно Тысяча моих болтов Еще Тысяча моих болтов И вроде Все Скорее всего Данное задание Мне бы Поручил варок Ну лидер орков Потому что Никто другой Про это мне не говорил Тем не менее Я справился Предлагаю сейчас Копера Отправить на перевооружение Чтобы в будущем Он мне Мог хоть как-то пригодиться Жалко что сейчас Так темно А давай-ка я подберу факел А то что он тут валяется Так Ты идешь со мной Мне вот интересно Если я зачарую Своё оружие Будет ли оно Так же освещать Пространство вокруг Потому что у меня ведь есть Стихийный камень огня И для зачарования оружия Мне потребуется Чары 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 Где они Наручный хват Вот Наложение чар Всего лишь 50 древнего знания Если это работает Именно так Как я думаю Я бы с удовольствием Зачаровал Какое-нибудь Копьё И оно освещало бы мне путь Так Копер А где Ты тут спрятался Точнее Куда Я Тебя увёл О Восстановил здоровье Молодец Купи себе Снаряжение Это не займёт У меня больше Одного дня Видимо Тебя Нужно будет Искать в редаке Но Как-то странно Он что Целый день Думает Закупаться Или например Приходит к лифу И говорит Вот тебе 5000 монет Показывай весь Ассортимент И Как какая-нибудь Девушка Начинает Примерять То один доспех То другое И так далее Просто иначе Я не представляю Как Можно Целый день Покупать Снаряжение Так ладно Я сейчас Тогда Телепортируюсь В Монтеру И в следующей серии А не знаю Чем-нибудь Займёмся Так Где здесь Поблизости Костерок За которым Можно Приятно Усесться Итак Спасибо тебе За просмотр Если понравилось Ставь лайк Оставляй комментарий Подписывайся На канал Спасибо И пока